Здравствуйте, меня зовут Оксана Силантьева, я мультимедийный продюсер и магистр мультимедиа журналистики. И за этот небольшой промежуток в 10 минут я постараюсь вам передать то, чему научилась медийная сфера за последние 30 лет, который, она трансформируется из традиционного своего подхода к созданию контента и к продвижению своего содержания, и вот трансформация из аналогового, из традиционных СМИ в цифровые. Почему это важно для других сфер? Ну, потому что вы сейчас находитесь, собственно, в этом периоде трансформации, который журналисты получили на свою голову лет 15 назад. Сейчас мы видим, что сфера культуры, музейные, библиотечные сети, образование сталкивается, собственно, с теми вопросами, которые были актуальны и прям горячими, горячими были для журналистов и редакторов СМИ, вот там буквально 15-10 лет назад. Поэтому мы можем поделиться с вами тем, что мы изучили, то есть чем мы столкнулись, что мы поняли, и уже на наших ошибках, на наших граблях вы сможете более обоснованно и менее травматично получать свой собственный опыт. Хотя без травм на этом пути не проходит. Итак, ключевые тезисы и ключевые термины. Первое – это иллюзия, что мы кому-то нужны. Представьте, что вы производитель морковок, вы производитель востребованно нужного контента. Если, например, вы были когда-то литературной газетой, то из-за того, что вы были очень ценные, очень редкие, было мало конкурентов на вашем интеллигентском культурном поле. И вот все люди, кто тянулся к этого типа знаний, они бежали к вашему контенту, выстраивались в очередь, и вы от этого ощущали себя значимым, важным, востребованным изданием. Технологически затем создание морковок, создание контента превратилось в такой достаточно легко тиражируемый процесс. И у нас появилось 100 каналов на экране телевизора, у нас появилась масса журналов, масса газет, всяких разных, на разные вкусы, по разной тематике. И вот, собственно, вот те кролики, наши потребители, наши читатели, наши пользователи в цифровых терминах, они уже начали чувствовать себя так вольготненько, типа, ой, вот это мне не нравится, вот это мне не нравится, вот это вот я включу, вот это вот какая-то скучнятина, это я не буду смотреть. Но на самом деле мы с вами живем вот в этом мире, и вы здесь один из производителей морковок. То есть вы, создавая свой аккаунт в социальной сети, создавая свой сайт, когда вы пишете какой-нибудь отчет, либо репортаж с мероприятия, либо вы приглашаете кого-то на события, каждая вот эта ваша активность, каждый вот этот вот фрагмент, кусочек контента, это одна из морковок. И наш пользователь сейчас, имея прямой доступ и очень быстрый доступ к массе разнообразнейшего контента, это совсем не тот же самый наш кролик, который стремился получить нашу уникальную и востребованную морковку. Есть два термина – средства массовой информации и медиа, и эти термины, на первый взгляд, непрофессиональные, кажется, что они взаимозаменяемые. Мы обычно их вот так вот вертим туда-сюда, а переводчики совершенно спокойно переводят СМИ на английский язык как медиа и наоборот. Но внутри, в глубине этих понятий совсем разные концепты лежат, и я вам сейчас покажу, как это принципиально влияет на то, что мы создаем, как мы создаем, о чем мы разговариваем, какие темы мы выбираем, и вообще, как мы выстраиваем нашу медиа-стратегию. Давайте начнем со слова СМИ, со словосочетания СМИ. Забываем про массовую информацию, оставляем только слово СРЕДСТВО. Какие синонимы, задумайтесь сейчас, какие синонимы к слову СРЕДСТВО вы знаете? Раз, два, три. Давайте проверим, что пришло вам в голову. Сравним это со словарем синонимов. Итак, синонимы к слову СРЕДСТВО. Пути, каналы, средства, достижения, да? Механизмы, как мы достигаем чего-то. Методы, способы, средства. И инструменты, каким образом, да? С помощью чего? Физики. Есть ли у нас в зале физики? Или те, кто недавно проходил вместе со своим ребенком программу по физике? Итак, что такое масса физики? Потому что мы же заимствовали термин-то из тех наук. Масса, не мучайтесь, не мучайтесь. Очень много людей мучились, но не вспомнили. Масса физики – это количественное выражение инертности тела. То есть, чем инертнее у вас тело, чем инертнее у вас аудитория, тем более она массовая. И наоборот. Если вы работаете на массовую аудиторию, вы работаете с очень инертной аудиторией. Вам нужно приложить очень много работы, чтобы сдвинуть эту инертную аудиторию с чего-то. Причем, что физически, что интеллектуально. То есть, для того, чтобы ваша идея заразила массы, вам нужно приложить очень много работы, много ресурсов, много усилий. Для того, чтобы по всей этой массовой инертной, долго думающей аудитории ваша идея новая пошла в народ. Как работают с массовой аудиторией, чтобы было проще, легче и меньше усилий? Ее делят на сектора, делят на сегменты. Отсюда возникает понятие сегменты целевой аудитории. Мы не просто всех ковробовым пометанием закрываем нашими какими-то сообщениями. Мы выбираем только люди вот такие-то, только люди такие-то, только люди такие. Целенаправленно, точечно на наших зайчиков направляем тот контент, который мы хотим им сообщить. Помним, массовая аудитория инертная. Хотите что-то делать с массами, вам понадобится много ресурсов, много времени, много работы. И вот прям упорство, упорство и сил. Если мы переформулируем средства массовой информации, то у нас получится вот что-то механизмы передачи информации, методы информирования. То есть это вот как раз, если мы в картинку посмотрим, это то, как видят информационную работу очень многие сотрудники музеев, которым прилетает какая-то обязанность вести социальные сети. Они воспринимают свою роль, воспринимают свою задачу, как им нужно сделать контент и его на эту массовую аудиторию, на всех наших подписчиков сообщить. То есть по сути в СМИ, что такое СМИ? Это каналы доставки информации от источников, от ваших экспертов, от ваших специалистов, от людей, кто организует ваши мероприятия, акции и какие-то события. Вот нам нужно сообщить об этом массовой аудитории. И заметьте, в этой схеме нет стрелочек обратной связи, потому что в СМИ, в вещательной системе особо обратная связь ни к чему. Мы сообщили, на этом наши обязанности, на этом наши задачи и заботы закончились. Давайте посмотрим на другое слово, на слово «медиа». Если у вас в программе вуза где-нибудь случался латинский язык, то попробуйте вспомнить латинские слова, которые образованы от этого же корня. А те, кто не учил латинский язык, попробуйте чисто фонетически, чисто по звучанию вспомнить слова, которые близки к слову «медиа». Наверняка кто-то из вас играет на гитаре, наверняка кто-то из вас помнит уроки геометрии, может быть, кто-то из вас ходил к гадалкам. Какие слова всплывают у вас в голове? «Медиатор», «Медиана», «Медиум», в английском варианте разделительная полоса будет «Медиан стрип», у нас есть размер «М» между «С» и «Л». То есть все, что мы говорим про медиа, мы говорим о посреднике и помощнике в данном случае в коммуникации. Если вы посмотрите на эту схему, то вот эта схема как раз выглядит как интернет и как социальные сети. Разные люди в разных группах, причем мигрирующие, постоянно динамически изменяющиеся, соединены друг с другом проводами, если мы говорим о физических интернет-сетях, да, либо они соединены связями в социальных сетях. Мы друг друга френды, мы входим в общую группу, у нас есть между нами есть связь. И мы вот постоянно, мы можем быть авторами, мы можем выходить на вот это общее поле, мы можем что-то заявлять. Какая-то группа может нас услышать, какая-то не услышать, мы можем уйти из одной группы, прийти в другую. То есть это совсем не история про вещание, это не история про трансляцию некоего сообщения. Это площадка для взаимодействия. Медиа мы можем практически менять, выбирать, комбинировать, собирать вообще свою собственную ленту и собирать свою собственную, таким образом, медиа, получая информацию из разных-разных источников. То есть концептуально, просто терминологически это разные подходы. Поэтому это не значит, что СМИ плохо, а медиа это хорошо. Это значит, что когда вы выстраиваете свою медийную стратегию, я всячески рекомендую задавать себе первый базовый вопрос. Мы будем делать ресурс про вещание или мы будем делать ресурс про взаимодействие? От этого будет зависеть, каких людей вы нанимаете, как вы прописываете им функциональные обязанности и ставите задачи. От этого будет зависеть, какие ресурсы вам понадобятся и вообще в каких форматах вы будете создавать контент. Продолжение следует...